Гэта война у тага частной прессе освящалась и не вельми актыуна, хоть я ей издымали спецкоры центральных газет, али вдруг трапляла вельми не шмат. А про чатагу в червяне 85-х, а сгодна с постановой Центрального комитета Коммунистичной парты Советского Союза, был распорцованный пиралик звезда, как спецоперацию в Афганистане дозволены до открытого опубликования. Правда, и их ясши необходным было узгоднять с головной военной цензурой. Друг военные объекты. Это надо было просто получить разрешение, чтобы не было чего-то секретного. А так ведь частные фотографии, они у каждого есть. Тогда те негативы, но их сохранилось очень мало по той причине, что там, в принципе, не было возможности фотографировать, особенно на боевых, на операции. Аматорские издымки, які зроблены у гарнизоне, у дорозе, на заставе, уникальные фотоматериалы представили былые солдаты и офицеры Советской армии, які проходили службу у Афганистане, али большинство экспонатов за совистого архива Андрея Феоктыстова. Кажется, что, коли пачал працаваць над выставой, нават для его шмачагу оказался саправдным открытием. На одним из фотоздымков, дарычу, он убачил себе. В 87-м под Кабулом робил полевые укрытия. Ранее б таким фотоздымку нават не сдагадывался. Нехто с боевых сябров вывез у особистых речах. Хоть наибольшь распаусюдженными этот пересылки фото, Советский Союз был иншим. Негативы укладывали узвычайные паштовки. Дякую, чытой солдатской кемлевости, сегодня гэтая сторонка кисторы Советского Союза стала ведомой не только воинам-интернационалистам. Вывозили в открытках, покупали на базарах там открытки, или присылали специально из дома. Их подрезали лезвиями и вот небольшими порциями вот их пересылали домой.